Зимние виды спорта популярны как среди детей, так и среди взрослых. А катание на лыжах, конечно же, не исключение, ведь это не только полезно для здоровья, но еще и весело. И вот так удачно совпало, что на замену растаявшему снегу выпал новый, а музей-заповедник Горки-Ленинский устроил лыжные гонки для всех желающих. Внимание! Пошел! Пошел! На Горкинской лыжне собралось более ста участников. Возраст спортсменов варьировался от семи до семидесяти лет. Их разделили на 10 возрастных групп, каждая из которых должна была пройти свою дистанцию – от 500 метров до 3 километров. Наконец лыжня-то образовалась, снег пошел. Ну, я думаю, люди рады. Погода теплая, 5 градусов в минус – это очень здорово. И действительно, среди участников царило воодушевление. Это такое мероприятие великолепное, каждый год организуется. Это вообще такое воодушевление. Столько людей. Посмотрите на лица. Все улыбаются, все довольны, все счастливы. Это же спорт. Тем более погода не подкачала этот раз. Это же домой заходить не хочется. Спорт – это жизнь. И нужно выходные проводить достаточно активно. Лыжные гонки проводятся на территории музея заповедника Горки-Ленинский уже около 15 лет. В позапрошлый год тоже катался. Я занял первое место в позапрошлый год. И я решил сегодня занять, но у меня не получилось. Но я не растаиваюсь, потому что главное – участие. На трассу вышли не только любители, но и серьезные лыжники. Владислав Самылов занимается в спортивной школе «Олимп». В своей возрастной категории он занял второе место. Еще бы, ведь многие его соперники обучаются вместе с ним. Всегда снег, тогда лыжи. А мне всегда ролики, там лыжи, лыжи, роллеры всегда нравятся. Я очень люблю двигаться, ездить, бегать. Я спортивный мальчик. Занимаюсь больше, чем полгода второе место. Ну, трассы нормальные, только снега многовато. А это плохо? Ну, сложно ехать. В активности – залог успеха, так считает участница соревнований Елена Пантелева. С друзьями и родственниками она приехала из Видного ради веселого времяпровождения и увезла с собой медаль. Я, конечно, вообще не ожидала, что буду в призах. Но когда увидела, что держусь за лидером, держалась за лидером до конца. Горкинская лыжня открыла немало юных талантов. Одним из таких ребят стал Глеб Сомкин. За несколько месяцев он успел занять первые места в Красногорске и в Видном. Я встал на лыжи в ноябре. Я захотела этим заниматься, ну, потому что мне лыжи понравились. Победители получили памятные статуэтки и медали. А те, кто занять призовое место не смог, привез домой розовые щеки и хорошее настроение. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.